38-я отдельная десантно-штурмовая бригада подразделения, известная в стране благодаря своим традициям. Не случайно именно руководство подразделения чуть больше 8 месяцев назад обратилось в епархию за благословением на строительство передвижной часовни. Единство воинства и духовенства проходит особой нитью сквозь историю. И очень важно, чтобы это особое дело продолжалось. Предложение военнослужащих было одобрено и поддержано. Теперь десантники будут иметь свой, пусть и маленький, но храм. Мы освящаем передвижную часовню, которая будет сопровождать воинов на всех путях их служения. Господь, который пребывает по-особому в храме, в часовне, будет всегда пребывать с вами. Он будет благословлять ваши добрые мысли, ваши добрые слова, ваши добрые действия, вашу добрую жизнь. Это довольно знаменательное событие, потому что в последнее время новых таких мероприятий никто не проводил. А в вооруженных силах это первая такая часовня, созданная по инициативе вооруженных сил и прошла свое освещение. Передвижная часовня в честь пророка Ильи теперь будет перемещаться вместе с военнослужащими 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады на полевые выходы и учения разного уровня. Все благодаря уникальной инженерной планировке. При необходимости объект быстро ставится на колеса. Крест и купол опускаются в специальное помещение, а электроэнергия воспроизводится за счет специального автономного источника. Но не только этим будет известна первая передвижная часовня. В ней теперь хранится старинная икона пророка Ильи, покровителя десантников, датируемая 16 веком. Крест и купол, они выдвигаются, там есть специальное помещение такое. Сзади лебедкой опускается купол, все закрывается, лестница ставится внутрь. И она, как автономный объект, может ехать спокойно. Приехала в течение двух минут, она развернута и готова, соответственно, к работе. Особенно знаковым событием является еще потому, что в эти дни на полигоне Брески находятся представители трех народов – белорусы, россияне, сербы. И проводят крупномасштабное совместное учение «Славянское братство-2017». В рамках церемонии освящения храма на полигоне Брески воспитанники молодежного братства при Свято-Симеоновском соборе дали концерт и исполнили музыкальное произведение акапелла на трех языках – белорусском, русском и сербском. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Адвард Букунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Буктове».